В этом году география участников фестиваля расширилась. К нам приехали 12 лучших театров моды и студий костюма из Великого Устью, Гархангельска, Коряжмы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Кирова, Бакситогорска, Вологодска, Оренбургской областей и Республики Казахстан. Организаторы фестиваля продумали максимально насыщенную программу для участников. Кроме профессиональных мастер-классов по основам дефиле, подиумну и фотомакияжу и профессиональной фотосессии, дети побывали на всевозможных экскурсиях в отчине Деда Мороза, а вечерами танцевали на модных дискотеках и совершали прогулки по Великому Устьюку. Также посетили дом моды Деда Мороза. Для руководителей театров жюри и дирекция фестиваля провели круглый стол, где огласили коллекции, вошедшие в галоконцерт, дали свои рекомендации по стилю, образу, названиям и номинациям коллекций. Фестиваль 10-й удался. У нас сегодня море таких положительных, самых замечательных эмоций, потому что настоящее чудо показали нам на вочине. И что особенно радует, что с каждым годом уровень тех коллекций, которые показывают наши дети, он растет. И, конечно же, нам очень сложно выбрать первых из них, но это не самое главное. Самое главное, чтобы они с удовольствием приезжали сюда в этот праздник, чтобы они все любовались на вот это прекрасное. И я считаю, что мы просто все какое-то короткое время в мае окунаемся в сказку. Это здорово. В полуторачасовом галоконцерте были показаны столько разных образов и стилизованных дефиле, нарядов сказки Деда Мороза, промыслов Великого Устюга, дефиле Москва-Вологда-Великий Устюг. Еще одним подарком устюжанам и участникам фестиваля стали профессиональные показы от модельного агентства «Ева», которые покорили публику коллекциями компаний «Волтри Евродизайн» и «Нерум». Я считаю, что, конечно же, это огромный положительный шаг и фестиваль выйдет на совершенно новый уровень. Во-первых, он стал российским со следующего года и, конечно же, я думаю, что нам удастся показать еще что-то большее. Жюри было непросто сделать свой выбор, но в итоге обладателем Гран-при и победителем 10-го юбилейного межрегионального фестиваля детского и молодежного творчества на полянах Деда Мороза стал образцовый детский коллектив студии детской моды «Фонтаневия» из Санкт-Петербурга. Специальный приз «Серебряная снежинка», учрежденный председателем профессионального жюри Ольгой Чашниковой, достался коллективу «Туцси» из города Кастанай, Республики Казахстан. Коллектив покорил зрителей своими коллекциями национальный костюм, дефиле и сладкая радость. В знак признательности и благодарности детям и их руководителям за творчество, фантазию и воплощение самых разнообразных образов в своих коллекциях и показах, а также в честь юбилея фестиваля российский Дед Мороз вручил каждому коллективу главный приз номинаций «Серебряный наперсток», изготовленный по специальному заказу заводом «Северная чернь». Елена Павлова, Алексей Ивашевский, Новости провинции.